РМНБ, США, Ярослав Алексеев описывает издевательство, которым подвергались новички в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Питер Хассет, РМНБ, США, 18 июня 2019 года. Обратите внимание, что в этой статье содержатся подробности, которые могут причинить некоторым читателям психологический дискомфорт. В ходе своего интервью Алексеев, который уже подписал контракт с финским клубом Сайма Энпала, рассказал о том, как он играл в главной юниорской хоккейной лиге Квебека, о своих впечатлениях от игр и о семьях, в которых он жил. Затем разговор перешел на тему ритуалов посвящения новичков. Алексеев описал те унижения и сексуальные посягательства, которые приходилось терпеть более молодым членам команды, какая еще жесть творилась в Канаде. О, самое главное, вечеринка новичков. Я был умный и сразу откупился за 20 баксов. Тогда всем новичкам раздали памперсы для взрослых, в которых они весь день ходили по дому, но это было только начало. Первый раунд, все выпили по 5 бокалов пива, последнему добавили еще 5 шотов водки. Самая жесть началась потом, когда каждого обязали вставить в задний проход по печеньке и пробежать вокруг дома на скорость. В процессе забега старшие выбегали из кустов и толкали в спину. Последнему пришлось бы съесть свою печеньку, а в итоге, заставили всех. Что еще творили? Совсем не понравилась вечеринка в следующем году. На всех парней одели стринги, дали им по маленькой короне и собрали в небольшом бараке. Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец, презерватив. Он вызывал по одному, и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных. Фигня какая-то неадекватная. Алексеев играл в команде Шербро Оки по Еникс главной юниорской хоккейной лиги Квебека в сезонах 2016 и 2017 годы и 2017 и 2018 годы. Затем он перешел в бои Чамяу Дракар, где он играл в сезоне 2018 и 2019 годы. На момент публикации этой статьи никаких комментариев со стороны Шербро Оки или хоккейной лиги не поступало. 20-летний Алексеев имеет право участвовать в драфте НХЛ 2019 года. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.